Городская спартакиада допризывной молодежи в очередной раз выявила самых ловких, самых метких и выносливых юношей из Китима. 21 ноября на базе детско-юношеской спортивной школы состязались 12 команд старшеклассников. Не первый год в Искитиме проходит спартакиада допризывной молодежи, которая своими результатами доказывает, что они достойное поколение своих отцов, дедов и прадедов. Дорогие ребята, сегодня в гостеприимном зале детско-юношеской спортивной школы собрались парни, которые спустя совсем-совсем немного времени пополнят ряды вооруженных сил Российской Федерации. Но для того, чтобы служить в армии, для того, чтобы защищать свою родину, нужно быть сильным, здоровым, крепким. Ребята, воспитывайте в себе силу, ловкость, готовьтесь к трудностям, ну и надеюсь, что сегодня победит самая сильная команда. Министерством обороны Российской Федерации проводится уже четвертая всероссийская акция «Есть такая профессия – родину защищать», в ходе которой представители воинских частей рассказывают о службе в вооруженных силах и правилах поступления в высшие военные учебные заведения Министерства обороны. Защита нашей Родины, Великой России была, есть и будет уделом только сильных людей, духом и телом. Командование вооруженных сил Российской Федерации, органы государственной и муниципальной власти ставят приоритетом своей деятельности подготовку граждан к военной службе. То, что вы уже здесь, говорит о том, что путь избран. Пройдет время, и вы станете профессиональными защитниками Отечества. Победители сегодняшней спартакиады будут направлены на областной день призывника 27 ноября 2018 года в спорткомплекс «Заря» и будут отстаивать честь города. Насколько спортивно, деятельно и активно молодежь продемонстрировали юные каратисты в своих показательных выступлениях. Сразу после официальной церемонии открытия спортсмены приступили к выполнению первых упражнений. По четыре человека параллельно стреляли по мишеням. Здесь же в спортзале проходили отжимания от кола и прыжки в длину с места. Прыжки в длину – это очень важный вид. Вот, если кто не знает, вот именно по этому виду выбирают ребят спецназ. А то, как умеет человек прыгать. То есть, поэтому это очень важное испытание. Кроме этого, здесь же проходит стрельба. Лазерный тир. Условия достаточно сложные. 10 метров расстояние до мишени. Это непросто сделать. Стрелял раньше. Да, легче с пневматикой. Как-то более живое такое ощущение, так сказать. Интереснее больше. Да, трудности, в принципе, тоже никакой нет. Но просто больше нравится именно с пневматикой стрелять. Доволен. Я как-то стреляю не очень, но сейчас он, оказывается, неплохо прострелял. Подтягивания также входили в силовую программу испытаний. После первого тура состоялась военизированная эстафета и финальное испытание – перетягивание каната. Военизированная эстафета, которая в себя включает следующие этапы. Разборка автомата Калашникова, сборка автомата Калашникова, бег в противогазе, переноска ящиков с боеприпасами, бег в каске и бег с переноской пострадавшего. Наряду со старшеклассниками общеобразовательных школ города в Спартакеаде принимали участие студенты филиала Новосибирского монтажного колледжа, филиала Новосибирского медицинского колледжа. Каждая команда, упорно и целеустремленно выполняя задания, шли к финалу. А компетентные жюри скрупулезно фиксировали их результаты в турнирной таблице. При подведении итогов первое место завоевала команда третьей из Китимской школы. Второе место заняли ребята из медицинского колледжа. Третье место досталось команде школы номер один. Поздравляем, ребята! Так держать!